Такое впечатление, что мы с вами давненько уже не делали апдейт по новинкам Фаберлик, и я еще до нового года, по-моему, даже еще в начале декабря сделала заказ, и до сих пор вам еще о нем не рассказала, поэтому я прошу за это прощение, и давайте сразу же приступать. И давайте, наверное, начнем не с косметической сферы, потому что она самая будет короткая, и в то же время, наверное, самая интересная, потому что косметики у меня не так много в этом месяце, немного было новинок, кстати, у Фаберлик, сейчас вот я собираюсь новый заказ оформлять, если, кстати, у вас есть какие-то предпочтения, да, то есть вы хотите, чтобы я на что-то сделала обзор, оставляйте это в комментариях, я постараюсь это заказать, протестировать для вас, и потом рассказать свое мнение. Итак, давайте начнем. Первое, что я заказала, была вот такая вот тарелочка, они ежегодно делают какую-то праздничную посуду, в прошлом году, я помню, я заказывала были снегири, в этом году вот это вот такое вот оформление, я смогла заказать только вот это, это средний размер, там еще был большой и маленький, большой, по-моему, раскупили моментально просто, то есть я не смогла заполучить большой размер, но вот эту вот я получила. Что хочу сказать по поводу исполнения этой тарелки, оно достаточно интересно, то есть с этой стороны стекло, а вот этот рисунок, который вы видите, нанесен с обратной стороны, с обратной стороны она имеет даже немножко вот такое вот как шершавое ощущение, вот я сейчас, слышите? Вот такое вот ощущение у нее, то есть с этой стороны, когда гладишь, обычно как стекло, я надеюсь, вам слышно, а с обратной стороны такая шершавая штука. Если вам это подходит, вот в плане декора или в плане того вот, как вы будете ее применять, наверное, так, то тогда смело можете заказывать. А еще одна вещь, которая не косметическая, это просто мой огромнейший фаворит, вот просто сейчас я могу об этом сказать и порекомендовать абсолютно всем, это перчатки с сенсорными пальчиками. Блин, я эти перчатки уже затаскала, они уже такие конкретно поюзанные, по-моему, выглядят так, ну, скажем так, не первой свежести, это потому что я каждый божий день их ношу. Вот не поверите, вообще абсолютно все свои перчатки я забросила, я только этими сейчас пользуюсь. В прошлом году я тоже заказывала эти перчатки, вернее, не эти, были другие, были с розовым узором, и я их тоже носила, но они мне все-таки показались, ну, какими-то более детскими, что ли, в основном детские делают перчатки с такими узорами. В этом же году они сделали разные цвета, то есть от черного, да, там, серого, синего и так далее и тому подобное, то есть можно выбрать какой угодно цвет, и это супер, это вообще Фаберлик огромные молодцы, что они так сделали. И в этом году перчатки более теплые, они внутри с каким-то, как таким вот мягеньким начосиком, очень приятный, очень классный, вот просто пять с плюсом за эти перчатки, я всем рекомендую, безумно удобно, я, например, там, гуляю с собакой, в то же время могу спокойно там на телефоне клацать, в общем-то, делать то, что мне хочется, куда-то звонить, поднимать трубку, и руки у меня при этом не мерзнут, потому что есть сенсорные пальчики, которые работают на всех сенсорных экранах, это, это вообще, это отличная штука. Давайте теперь перейдем к косметике. Давайте покажу вам новинку, заказала вот такую вот штуку, это их Allover, как они его назвали, грубо говоря, это шиммер для тела. Я это заказывала для празднования Нового года, потому что мне показалось, что это единственное время, когда это будет действительно актуально, то есть можно это нанести куда-то, там, на ключицы, например, на плечи, и это будет выглядеть красиво. Я думала, что качество будет хуже, честно говоря, я ожидала более такого крупного какого-то глиттера. На самом деле, мне понравился этот продукт, вот в плане того, что он из себя представляет, то есть это мелкий-мелкий шиммер, и он такой вот как серебристо-золотистый, наверное, то есть не какой-то разноцветный, а такой вот именно серебристо-золотистый. И когда вы только его выдавливаете, он выходит таким как прозрачным гелем, наверное, как-то так бы я его написала, с множеством просто блесточек, и когда вы начинаете это растушевывать по телу, то постепенно-постепенно вот этот гель как будто начинает впитываться, то есть как крем, а блесточки остаются на поверхности. Я не знаю, что это увидите, вы нет, но я вам постараюсь показать вблизи, чтобы можно было рассмотреть, как это выглядит. Очень, в принципе, неплохо, я считаю, что для каких-то вечеринок, там, где нужно сиять, то это вполне подходит. Еще одна новинка, по-моему, по-моему новинка, если я не ошибаюсь, но я раньше не замечала, это патчи под глаза, но уже из серии вот этой ProLixir. Гелевая маска-патч для кожи вокруг глаз с гиалуроновой кислотой и коллагеном. Меня заинтересовало последние три слова, это гиалуроновая кислота и коллаген. Мне показалось, что это подойдет мне намного лучше, потому что у меня кожа под глазами сейчас какая-то стала очень сухая, ну и в целом, как бы мне сейчас нужен такой более серьезный уход, поэтому патчами я пользуюсь достаточно часто. Но вот эта маска-патч мне почему-то понравилась меньше, чем та, которая у них в фиолетовой упаковочке, такой достаточно обычной. Это выглядит более так, модно что ли, то есть тут такая коробочка, потом там такой блистер специальный, который вы достаете, там вот эта маска, она такая с блесточками вся красивая, но, не знаю, эффект мне понравился меньше. Я бы, если бы меня спросили, я бы вам порекомендовала больше вот те вот фиолетовые патчики покупать, нежели вот эти. Еще из косметического отдела, можно так сказать, или даже, как это сказать, уходового, я взяла гель для душа, ароматная земляника, как обычно, потому что я не могу без этого аромата, я, если пару раз не закажу, я потом скучаю за ним, я заказываю его заново. Безумный просто вкусный аромат, вот действительно, как натуральная земляника, с сахаром перетертая, вот так вот вкусненько она пахнет, и абсолютно не химозно, поэтому, если вы заказываете гель для душа, то земляника это вот просто беспроигрышный вариант. И последнее, что я вам покажу, это крем для депиляции. Сейчас, наверное, кто смотрел мой обзор на этот крем для депиляции, подумает, что я сошла с ума, потому что я его там не очень хвалила, скажем так. Но, что вы думаете, мой муж этот крем для депиляции попробовал, и вот просто все, он теперь постоянно требует, чтобы я его заказывала, ему он очень сильно понравился. Ну, скажем так, да, когда нужно делать депиляцию какой-то небольшой зоны, вот он, например, там подмышками любит использовать этот крем для депиляции, тогда это, наверное, отличное средство. Он говорит, что ему комфортно, оно не раздражает кожу, то есть не так, как бритвы, например. Поэтому ему очень это средство понравилось. Я же его тестировала там на ногах везде, то есть на больших площадях, и мне показалось, что просто это слишком неэкономное средство для таких площадей, потому что, чтобы обработать полностью ноги от одного тюбика точно, вы точно потратите полностью тюбик или там больше половины этого тюбика, и за свою цену это как бы достаточно дорого мне показалось. Но если обрабатывать маленькие зоны, да, например, только подмышки, то тогда, получается, вы пользуетесь небольшим количеством этого крема, и тогда это получается оправдано. Поэтому муж мой подсел, у него это фаворит. Я до сих пор им не пользуюсь, потому что я подмышками использую эпилятор, на ноги я использую тоже либо эпилятор, либо бритву там под настроению, а это как-то у меня не в ходу, но если ваши мужчины такие же капризные, как и мой, может попробуйте им показать вот это средство, может быть им понравится. Я тоже, как обычно, заказываю много гелей для стирки, многих средств для уборки разных поверхностей, я всегда это заказываю, у меня практически в каждом моем заказе Faberlic есть эти пункты, потому что я постоянно ими пользуюсь, и если вы, кстати, ищите там стиральный порошок, или средство для, там, я не знаю, для стекол, или средство для унитаза, для ванной, я тоже это всегда рекомендую с Faberlic, потому что качество очень хорошее, и я заказываю именно гели для стирки, не стиральные порошки сухие, а именно гели, и мне они очень нравятся. И на этом я, наверное, буду заканчивать это видео, я очень надеюсь, что оно вам понравилось, напомню вам, если у вас есть какой-то продукт, который вы очень хотите, чтобы я протестировала и рассказала вам о нем свое мнение, обязательно напишите об этом продукте в комментариях, если я еще это не пробовала, я постараюсь его заказать и сделать для вас обзор, и буду с вами прощаться, подписывайтесь на мой канал, если вы уже подписаны на мой канал, пожалуйста, нажмите на колокольчик, который находится рядом с кнопкой подписки, тогда вы меня не потеряете, и YouTube вас 100% оповестит о выходе моего нового видео, потому что если колокольчик не нажат, вы можете даже мое видео новое не увидеть у себя в подписках, вот так вот, поэтому давайте не будем теряться, я очень надеюсь, что вы это сделаете, и мы тогда с вами увидимся в следующих моих видео, пока! Субтитры подогнал «Симон»!